Русская народная сказка о колобке и педофилах. В тридиэтном царстве в полицейском государстве жили-были старик со старушкой по самому телекрану в избушке. Попросил бабу-дед из Пекине колобка на бед. Поискала бабка-рецепт в интернете, поискала бабка-муку в буфете, осмотрела балкон, осмотрела туалет, попробовала одолжить у соседки, получила хамство опять. Надела бабка валенки, вышла на трассу, дошла до города, отстояла очередь в сберкассу, сняла с изберкнижки последние пятаки, купила в палатке пачку муки. Вернулась домой, порылась на антрисолях, отскреблась, ну, это самое, нашла пачку дрожжей и щепотку соли, сходила в церковь, отошла в конец зала, отскреблась подсвечника свечного сала, вернула суставы, съела валидол из аптечки, полежала, клемалась их в печке. Слепила колобка, обжарила немножко, да положила остудить наружка. Остыл колобок, пришло время обеда, а он как заорет на бабку и на деда, руки просят, меня будет хуже, да как заголосит в окошко наружу. Ой, я маленький, округленький, я на блюдчике катался, у меня бабушка домогался, у меня дедушка домогался, так, домогая гражданскую обществу, хватайте вилы, пейте, пейте, а не педофилы. Набежали полицейские, не стали разбираться, подвергли стариков химической кастрации. Да, колобку осталась неплохая квартира, с комнатой, кухней и с балконом сортировал. Катится колобок по району, мимо лавочек, окрашенных, зеленых, справа заборы, слева гаражи, горит помойка, бродят бомжи, начались высотки, кончились сараи, а выходит на встречу зайца. На носу очки, во рту цигарка, лапок двухтомник, классификация ламарка. Устал, бедняга идет с работы, весь день принимал у студентов зачеты. Увидел колобку, а застыл прочно, о, наде же какое странное беспозвоночное. Схватил колобка, да говорит ему колобок, колобок, я тебе в музей возьму. Колобок ответил, да пожалуйста, в своем праве, только дай мне секунду мобильничек, смс-чеку отправить. Схватил мобильник, загинулся в интернете и давай орать социальные сети. Ой, я маленький округленький на плечике катался, меня бабушка домогался, меня дедушка домогался, так домогались, что полдвора видела. А теперь заяц домогается, выкладываю видео, гражданского общества, катайте билы, бейте зайца, бейте бедофила. Набежали полицейские, не стали разбираться, а подвергли зайца химической констрации. На колобку достался мобильник, золотые очки, встанная челюсть. Ну, пустячок, апрель. Покатился дальше колобок, а посередине дороги стоит в бок. Ну, быстро что-то типа штатива, смотрит, значит, как дорога проложена криво. Так, проложено ему по работе, смотрит в окуляр, помечает блокнот. Вдруг видит в окуляре глобус луны, чуть не наложил штаны. Протер окуляр, сменил глаз, нет, глобус луны как раз, стал даже ближе, ну, видны кратеры. Помотал головой, вырвался по матери, а глобус ближе-ближе у самых ног. Волк оторвался от окуляра, видит, о, колобок. Вот же неровности рельефа, вот так диво. А колобок прыгнул вверх ушко штатива, скорчил жалостливую рожу, так как зарет, привлекая прохожих. Ой, я маленький, округленький на обличке катался. У меня бабушка домогался, у меня дедушка домогался, у меня заяц домогался, я это снято на видео. Меня вообще много народу обидело, но меня все нападают скопом. А волк пялился на мои интимные места телескопом. Гражданство общества, хватайте билы, бейте волка, бейте педофила. Набежали полицейские, они стали разбираться, подвергли волку химической кастрации. Достался колобку штатив с аппаратом, да бумажник волка, где лежала зарплата. Катится колобок еще полчаса. Вдруг навстречу выходит лиса. На лапе у лисы татуировка лиса, а в лампе травматический пистолет оса. Колобок у лисы не испугался, да как начал, вот меня дедушка домогался, меня бабушка домогалась, меня заяц. А лиса в ответ, а я глухая. Иди поближе к самому уху. Хватит колобка и прижала к своему брюху. Заткнула колобку рот, упала на спину, да как заорет. Ой, боженьки, что делается, о небо! Меня насилует батон хлеба! В центре города, посредь белого дня, батон хлеба насилует меня! Ой, горе, мне позор, меня насилует меня в возвращенной форме! Граждане, что же тут творится? Где гражданское общество? Где наши блогеры? Где ж полиция? Но прибежали полицейские, не стали разбираться и подвергли колобка химической кастрации. Лопнул колобок, рассыпался по дорожке. Полетели голуби, доклевали крошки. И то ли химически кастрировались все. А ему штука лопка досталась лисе. Каждому педофилу придет свое время. Мораль сказки, так будет со всеми. Господи, 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 Господи! Ясно, чего ж так не любишь нас, Господи? Мы же все твои дети божьи. Мы же все на детей похожи. Если б ты, Господи, нас любил, на тебя б подумали. Что, педофил? Спасибо, давайте сделаем антракт. Спасибо. Большое спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...